Дамаск в первую очередь в срыве переговоров обвиняет Турцию, считая ее спонсором радикалов. Причина здесь довольно прозрачная. Когда-то Асад и Эрдоган дружили с семьями. После начала в Сирии гражданской войны Эрдоган посоветовал Асаду косметический ремонт режима, а потом просто взял курс на хозяйство в регионе. Убедить соседей в том, что именно Эрдоган, главный в ближневосточном доме, снаскока не удалось. И нет худших врагов, чем бывшие друзья. И теперь именно через Турцию толпой идут те, кто хочет свалить Асада. И именно через Турцию их подпитывают и морально, и материально. Мой коллега Евгений Баранов разбирался, что за процесс пошел и как на него реагировать. Срыв консультации по мирному урегулированию в Сирии, дипломатично названной всеми паузой в переговорах. Успехи сирийских правительственных войск, которые при поддержке нашей авиации продвигаются к сирийско-турецкой границе, все это ожидаемо привело к нарастанию напряженности в отношениях Турции и России. Мы прекрасно понимали, что Турция будет цепляться за любую причину обострения этой ситуации. Информация о залете самолета, об отказе участвовать в процедуре «открытое небо» и так далее. Это говорит о том, что этот процесс сегодня непредсказуем, и его остановить достаточно трудно. Как будут развиваться российско-турецкие отношения, это зависит прежде всего от ситуации в Сирии. Потому что главным доминирующим фактом обострения российско-турецких отношений как раз сирийские события. И та ее часть, которая показывает, что Россия стала добиваться успеха в Сирии вместе с войсками Башара Асада. Минувшая неделя началась с попытки Анкары обвинить Москву в нарушении российским военным самолетом воздушного пространства Турции. Уровень боеготовности турецких ВВС был повышен до максимального – оранжевого. В мире заговорили о возможной подготовке Турции новой крупной провокации. В то же самое время, не предоставив никаких доказательств, турецкие власти заявили, что отвечать за свои действия Россия должна теперь не перед Турцией, а перед НАТО. В Москве лишь пожали плечами и, назвав все это вымыслом, предложили представить доказательства. Ожидаемого пропагандистского эффекта Анкара так и не добилась. Никаких доказательств ни Турции, ни ее западные союзники так и не предъявили. Зато турецкая артиллерия стала наносить регулярные удары по территории Сирии из приграничных районов. А российским военным специалистам, прилетевшим в Турцию для инспекции с воздуха в рамках договора об открытом небе, территорий, прилегающих к границе Сирии, в этом был категорический отказ. Нами были представлены неопровержимые виды доказательства международной общественности, на которых турецкие самоходные артиллерийские установки ведут обстрел сирийских населенных пунктов на севере Латакии. Более того, признаков скрытой подготовки турецких вооруженных сил к активным действиям на территории Сирии мы фиксируем все больше и больше. Напомню, Миноборона России усилила ведение всех видов разведки в ближневосточном регионе. Поэтому, если кто-то в Анкаре думает, что отмена полета российских наблюдателей позволит что-то скрыть, то это непрофессионально. Сирийские правительственные войска при поддержке нашей авиации сейчас атакуют от Алепа на северо-запад и на юго-запад в направлении двух сопротивляющихся много лет анклавов, деблокируют их, разрезая общий фронт оппозиции. В результате политическое военное положение Турции в регионе серьезно пошатнулось. Потеряв за прошедшие две недели возможность контролировать ситуацию в провинции Латакия, сейчас турки теряют ее и на границе в районе Идлиба. Выход же сирийских войск к пограничным переходам в Алепа, похоже, вынуждает Турцию вступить в игру без посредника, напрямую. Взаимоотношения между Турцией и Россией сейчас плохи, как никогда. Но если говорить о турецкой активности на границе с Сирией и о том, будет ли турецкая военная операция, то я думаю, что вряд ли. Потому что у Турции нет поддержки НАТО в этом вопросе. Для того, чтобы заработала доктрина НАТО, один из членов альянса должен быть атакован. Здесь же этого нет и в помине. Главная цель Анкары — решение курдской проблемы. Все остальные вопросы, связанные с ситуацией в Сирии, вторичны. Турция не может допустить усиление курдов где бы то ни было. Уничтожение сирийскими правительственными войсками джихадистских группировок к северо-западу от Алепа лишают Турцию возможности как-либо влиять на обстановку, как в условном Курдистане в целом, так и в турецкой его части, где и так уже идут боевые действия между боевиками рабочей партии Курдистана и турецкой армии полиции. Ситуация подталкивает турок к действиям, но действовать в одиночку они явно опасаются. Слишком уж великие риски. Нет ни мандата Совбеза ООН, и, разумеется, и руководство Сирии, то легитимное руководство Сирии, которое сегодня находится у власти, никакого разрешения на такую операцию Турция не давала. Поэтому руководство этой страны делает все, чтобы втянуть в конфликт больше сторон. Будь то НАТО, будь то другие игроки в этом регионе, включая Саудовскую Аравию. На Западе, вероятно, были бы не против, если бы Эрдоган отважился на какой-то необдуманный шаг. Возможность начала турецкой военной операции в Сирии на слуху уже не первый год. Однако каждый раз, когда эта перспектива становится реальной, Вашингтон под любым предлогом дистанцируется от Анкары. В Штатах очень хорошо знают цену попытка Эрдогана представить себя в качестве защитника прав и свобод сирийцев, или, как сейчас, спасителя мирного населения от российских бомб. Все прекрасно понимают, что он пытается заручиться международной поддержкой для решения своих частных проблем, ставших прямым следствием его же собственной бездарной внешней политики в регионе. Здесь так же, как и в случае с Саудовской Аравией, американцы, с одной стороны, не могут отказаться от своего важного союзника, которому давно уже не доверяют, с другой, не хотят оказаться заложниками чужой для них и крайне запутанных игр. Американцы, которые никогда не понимали вообще, что происходит на Ближнем Востоке, и при... вот сейчас отмечают годовщину Первой войны в Ираке, тогда они не понимали разницы между швейтами и саудитами вообще даже. Вот. Они пытаются в этом мире, который сверх их понимания, как-то уладить обстановку, каждый раз наступая на те или иные грабли и пытаясь примирить непримиримые стороны. Им нужна Саудовская Аравия, им нужна Турция, им нужен Катар, как один из основных вкладчиков в американскую экономику и политическую систему. Но они не знают, как заставить их всех вместе более или менее действовать в одном ключе, выгодным американцам. Между тем время не ждет. Эрдогану нужно что-то предпринимать. Положение на сирийском фронте с каждым днем становится для него все более угрожающим. Внутренний конфликт с курдами нарастает. В течение этого года ему необходимо решить проблему с переформатированием Турции из парламентской республики в президентскую. А для этого ему профизносу нужен прорыв хоть на одном из проблемных направлений. Союзники медлят, сирийская армия побеждает, а он, Эрдоган, мечется по миру в поисках гарантий того, что если он все же отважится на сирийскую авантюру, то не останется один. В то время как союзники будут сетовать друг другу на непредсказуемые последствия его, Эрдогана, безудержную трупу усердности. Евгений Баранов, Федор Сухарников и Александр Гусев. Воскресное время.